Два съемочных дня, часы работы над образами, креативная группа из 9 человек и 12 моделей. Так проходила работа над созданием корпоративного календаря, посвященного 120-летию Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Наш проект носит очень интересное название. Нам 120, а мы молодеи. У нас коллектив очень большой, 187 человек работают сегодня в библиотеке. И радует тот факт, что к нам в библиотеку постоянно приходят молодые сотрудники. Да, их на сегодня не очень много, 22 человека, но они удивительные, они интересные, они активные. Они сегодня задают тон, они создают настроение, они проводят интересные проекты. И нам хотелось, чтобы именно их увидели наши читатели, наши друзья на обложках календаря, потому что, на мой взгляд, сегодня они есть современное лицо библиотеки. Для того, чтобы результат впечатлил не только зрителей, но и самих моделей, библиотекарей, хранителей фондов, последним пришлось выйти из привычного корпоративного стиля, одежды и поведения. Да, я бы сказала, есть некий вызов. Но этот вызов надо делать прежде всего себе, потому что самое главное, что должен понять каждый из участников проекта, то, что они могут быть совершенно иными, интересными, современными, активными людьми без комплекса. Вообще на наших участников, особенно на девушек, конечно, проект повлиял. Буквально уже на следующие дни я стала замечать, что кто-то сменил стрижку, кто-то нарастил ресницы, кто-то стал краситься, может быть, немножечко поярче. Ну, это здорово. Значит, проект не просто так прошел, и девушки почувствовали себя красавицами, действительно, как с обложек глянцевых журналов. Наш проект партнерский. Мы очень благодарны нашим друзьям, 31-му каналу, проекту Beauty Time, Александре Слеско, за то, что она подхватила нашу идею и помогла реализовать. И сделала она это совместно с парикмахерами, сотрудниками модных салонов, стилистами, имиджмейкерами. И в результате у нас появились красивые, удивительные образы. На мой взгляд, они абсолютно адекватные, не капризные. Мне вот очень понравилось, что все-таки чувствуется такая интеллигентность в них, что они, в общем-то, готовы даже поступиться какими-то своими, может быть, желаниями, но прислушиваются к советам специалистов. И их интеллект сочетается с их прекрасной внешностью. Это очень здорово. Я думаю, что получится просто как с глянцевых обложек журнала. Мне очень понравилось. Я довольна этими съемками. Вообще люблю творческие процессы, творить. Особенно с такой профессиональной командой, как Beauty Time. Для них, конечно, было удивительное преображение. Все были кардинально изменены. По крайней мере, в жизни они такими не представляются. Мы являемся свидетелями исторического события 120 лет с момента основания Челябинской областной научной универсальной библиотеки. Очень хотелось принять участие и познакомиться с людьми, которые работают в этой библиотеке. Нашим героям мы подобрали образы с учетом современных тенденций, но чтобы эти тенденции не шли в разрез с внутренним миром наших героев. Например, один из участников нашего проекта, Арсений, работает в отделе редких книг. И мы ему создали образ современного интеллектуала. Сейчас в мире присутствует устойчивый тренд на интеллектуальность в одежде, в развлечениях, вообще во внешнем виде. Те бренды, которые мы представляем, их любят люди совершенно разных профессий. Можно одеть и бизнесмена, можно одеться на деловой вечер какой-то, обед. Также, как показала практика сегодняшняя, мы можем одеть просто библиотекаря. Большое количество молодежи, в том числе и модные журналы, к нам приходят и говорят, а можно мы устроим у вас фотосессию? Но я думаю, что фотосессия, наверное, не стоит только этим ограничиваться, а вообще нужно читать книги, нужно быть красивыми и внутри, и снаружи. И мы желаем всем нашим читателям и всем нашим сотрудникам быть именно такими. Увидеть результаты этого фотопроекта в виде календаря и познакомиться с его героями смогут читатели и посетители выставок публичной библиотеки в будущем году. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok